Мы рады приветствовать вас, дорогие телезрители. Сегодня 5 октября. Вы смотрите программу День веков хронограф. Для вас ее проведем мы. Я, Юрий Смирнов. И я, Светлана Рудская. Программа День веков хронограф поздравляет с днем рождения всех, кто родился в этот день. Пусть все у вас будет хорошо, счастья и любви. В этот день, 5 октября, в разные годы и века родились многие известные люди, среди которых... Пауль Флеминг, немецкий писатель. Его перу принадлежит поэма Рубенла. И Дени Дидро, французский мыслитель и писатель. Бернард Бальцана, чешский математик и философ. И Евгений Николаевич Трубецкой, философ, правовед и публицист. Алексей Григорьевич Орлов-Чесминский, российский генерал Аншиф. Луи Жан Люмьер, изобретатель кинематографа. И Отто Фалькенберг, немецкий театральный режиссер, актер, директор Мюнхенского театра Камершпильхаус. Роберт Годдард, американский ученый, запустивший первую в мире ракету на жидком топливе. И Фрэнсис Роуз, американский патолог, нобелевский лауреат, открывший онкогенный вирус. Николай Петрович Каманин, летчик, один из спасателей Челюскина. И Варвара Сергеевна Мясникова, киноактриса, сыгравшая в таких фильмах, как Чапаев, обломок Российской империи, Золушка. Раиса Степановна Стручкова, балерина, педагог, народная артистка СССР. Инна Михайловна Чурикова, российская актриса, известная по фильмам «Начало васса». Александр Яковлевич Михайлов, российский актер, снявшийся в картину «Змейлов», «Карнавал», «Любовь и голуби». И Павел Романович Попович, российский летчик-космонавт. Сегодня 5 октября. Вы смотрите программу «День веков хронографа». В этот день мировой истории произошли следующие события. В 1502-м Христофор Колумб открыл Коста-Рику. И в 1632-м был основан город Якутск. В 1795-м Наполеон ликвидировал вандемьерский мятеж роялистов в Париже. И в 1795-м компания Гудзонова залива начала строительство торгового пункта, который позже стал городом Эдмонтон, Канада. В 1823-м в Англии начал издаваться первый медицинский журнал «Ланцет». И в 1908-м болгарский князь Фердинанд провозгласил независимость Бульгарии от Османской империи. В 1914-м во время Первой мировой войны и первом воздушном бою сошлись французские и германские самолеты. И в 1925-м в США вышла первая книга Эрнеста Хемингуэя. Это был небольшой сборник рассказов, названный «В наше время». В 1944-м году советские войска, действуя совместно с частями Народно-Освободительной армии Югославии, вошли в югославский город Панчево. И в 1950-м на 19-м съезде ВКПП была переименована в КПСС. Сегодня 5 октября, в эфире программа «День веков хронограф». И наш исторический рассказ мы начнем с политических событий, которые произошли в этот день в давние времена. 5 октября в 1789 году в ходе французской буржуазной революции восставшие двинулись на Версаль. Одной из причин восстания являлся низкий уровень дохода основной части населения, большая часть которого не могла приобретать товары по установленной цене. И, соответственно, снижение спроса на товары привело к безработицам. Трудно представить, но Париж, столица Франции, наполнился безработными. В провинциях тотчас же вспыхнули стихийные бунты, в ходе которых безработные громили магазины и заставляли коммерсантов продавать хлеб по заниженной цене. Началом восстания принято считать апрель 1789 года, когда в Сент-Антуанском предместье города восставшие разгромили обойную фабрику Ревильона и Анрио. В ответ на эти действия по личному приказу Людовика XVI против восставших была направлена кавалерия. В результате погибло несколько сотен человек, а само восстание продолжилось. Так король полностью дискредитировал себя в глазах своего народа, а при взятии Бастилии на сторону народа перешла и разочаровавшаяся в короле артиллерия крепости. Но уже в сентябре 1789 года в Версаль стали стягиваться дополнительные войска. Король намеревался разгромить восставших, а народ, в свою очередь, принял решение идти на Версаль, чтобы лично разобраться с королем и его свитой. И вот 5 октября 1789 года толпы народа, вооруженные чем попало, двинулись к Версалю. Следует отметить, что среди восставших было больше трети женского населения. Женщины в качестве оружия брали из дома все, чем можно было обороняться. В ход шли и столовые приборы, и доски, и швабры, открученные ножки от столов и стульев. И поэтому это событие получило в истории название «Поход женщин Парижа в Версаль». А восставшие смогли добиться выполнения своих условий. По требованию народа король с семьей переехал в Париж. Там он постоянно находился под надзором представителей, выбранных для этого народом. Но несмотря на строгий надзор, в 1791 году король и королева бежали из Парижа за границу, где Людовик XVI возглавил интервенцию против собственного народа и двинулся во Францию. Однако при обратном пересечении ее границы был опознан и арестован. 5 октября 1762 года английские войска отбили у испанцев Филиппины. Хочу отметить, что Филиппины подверглись захвату испанцев еще в 1565 году. А народы, населяющие острова Филиппинского архипелага, всегда отличались свободолюбием и независимостью. И буквально спустя год после вторжения испанцев начались первые восстания против испанских завоевателей. Повстанцы использовали свое собственное боевое искусство в борьбе за независимость, которую они обогащали за счет изучения испанской школы фехтования, оружия своих завоевателей. Так, кстати, возникло уникальное явление в мире боевых искусств, которое в наши дни известно как Аркес. Но испанцы были не единственной страной, желавшей господствовать на полуострове. Англичане также хотели завоевать Манилу. Так тогда назывались Филиппины. И в 1762 году английские войска захватили Манилу и несколько других районов Филиппин, что вызвало волну новых народных восстаний как против англичан, так и против испанцев. А одно из восстаний под предводительством Франциска Дагокова, лидера филиппинских повстанцев, испанцы не смогли подавить в течение четырех поколений. Английским войскам все же пришлось капитулировать. Их силы были изрядно подорваны и даже не столько испанцами, как восстаниями филиппинцев. И только в 1946 году Филиппины были признаны суверенной республикой. Сейчас это свободное и независимое государство. 5 октября в 1793 году французский конвент ввел в действие революционный календарь, в соответствии с которым первый год начался с первого дня республики. А именно с 22 сентября 1792 года. Год делился на 12 месяцев, по 30 дней в каждом. Оставшиеся 5 дней, а в високосные годы 6, объявлялись праздничными. Каждую декаду месяца завершал один выходной день. Интересным являются новые названия месяцев, которые отражали особенности времен года. Например, июль носил название термидор, то есть жара. Июнь – флореаль, цветение. Январь назывался невоза, что означало снег. Вандемьер сбор винограда оказался первым месяцем года по французскому республиканскому календарю. Он соответствовал 22-23 сентября, 21-22 октября. Редактор субтитров А.Семкин